Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета Квинтилиан Марк Фаби около 35-го сотого года н.э. Квинтилиан – римский оратор из Испании, назначенный императором Веспасианом, первым профессором риторики, то есть получившим государственное содержание Среди учеников Квинтилиана был Тацит и Плиний-младший. Им также восхищался ювенал. Речи Квинтилиана утеряны, однако его важнейшее сочинение – наставление оратору В десяти книгах дошло до нас полностью. В этом сочинении Квинтилиан следует высказыванию Катона, согласно которому оратор должен быть хорошим человеком, владеющим искусством слова Определяет все необходимое для образования ритора, включая этические, литературные и, собственно, риторические дисциплины Многое из того, что рекомендует Квинтилиан, может отец. Когда у тебя родится сын, возложи на него большие надежды, ибо большие надежды рождают большую педагогику Показаться современному читателю сухим и неинтересным. Однако труд Квинтилиана позволяет нам понять, что в его времена считалось хорошим прозаическим стилем А кроме того, десятая книга этого труда содержит ценнейший сравнительный анализ греческой и латинской литературы С наставлениями оратору познакомились большинство ученых возрождений После того, как в 1416 году была обнаружена полная рукопись этого сочинения из Википедии Квинтилиан считается первым учителем профессионала, основавшим государственную школу В 70-х годах Испасиан назначил ему пенсию, выделив для этого средства из императорской казны Квинтилиан считается первым классиком гуманной педагогии Вот его изречение Отец, когда у тебя родится сын, возложи на него большие надежды, ибо большие надежды рождают большую педагогику Вот так вкратце о Квинтилиане марки Фабии Римский оратор из Испании, первый профессор риторики Пока-пока, до свидания